Найдите область определения функции y равняется корень четвертой степени из числитель x умножить на скобку 4x-12, знаменатель 7-x. Перепишем. Так как у нас корень четной степени, значит подкоренное выражение должно быть неотрицательным. Запишем это. x на 4x-12, деленное на 7-x, должно быть больше, либо равно нулю. Вынесем в числителе 4 за скобку. Тогда у нас получается 4x в скобках x-3, знаменатель. А здесь вынесем знак минус перед гробью. Получается x-7, больше, либо равно нулю. Домножим на же неравенство на минус единицу. Тогда у нас получается 4x на x-3, деленное на x-7. Так как мы домножали на отрицательное число, следовательно, знак неравенства должен поменяться на противоположное. Теперь найдем нули функции. x равно нулю, это отсюда. x равно 3, это и скобки. x не равно 7, это и знаменатель. Отметим наши нули функции на числовой прямой в порядке возрастания. Самые маленькие это 0, потом 3 и 7. Так как 7 стоит в знаменателе, следовательно, мы его выкалываем. Так как неравенство не строгое, следовательно, 3 и 0 будут закрашенными. Теперь расставляем знаки. Рассмотрим сначала интервал от минус бесконечности до 0. Возьмем минус миллион и начнем подставлять. Минус миллион умножить на 4 будет отрицательно. Минус миллион минус 3 будет отрицательно. Минус миллион минус 7 будет также отрицательно. Итоговый знак на интервале минус. Следующий интервал от 0 до 3. Возьмем единицу. Тогда первое 4x будет положительно. 1 минус 3 это будет отрицательно. И 1 минус 7 будет отрицательно. Итоговый знак на интервале положительный. Следующий интервал от 3 до 7. Возьмем 4. 4x это у нас будет положительно. 4 минус 3 это будет уже положительно. 7 минус x будет отрицательно. Итоговый знак интервала отрицательный. Теперь рассмотрим последний интервал, от 7 до плюс бесконечности. Возьмем миллион. Первый будет, 4х будет положительно, миллион минус 3 положительно, миллион минус 7 будет положительно. Итоговый знак на интервале положительный. Нас интересует знак меньше нуля. Следовательно, первый интервал и третий интервал, это будут ответы. Запишем ответ. Х принадлежит промежутку от минус бесконечности до нуля. Включая, включая, и объединение от 3, включая, до 7, не включая. Задача решена, спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большой палец вверх.